Всех приветствую, с вами канал для пострадавших от психотеррора, я Андрей Шутов и очередной человек, который пострадал от психотеррора. Девушка предпочитает оставаться инкогнито, так как боится за безопасность своей жизни. Представьтесь, ну не надо представляться, просто расскажите пожалуйста свою жизненную историю, что с вами происходит сейчас в данный момент, как все началось. Можете начинать. Излагайте, что вы думаете, как вообще ощущаете себя. Не волнуйтесь. Алло. Ну я раньше не понимала, что со мной происходит. В свое время я работала, училась, работала. Я не думала, что вообще и раньше не думала, что есть такая жизнь. Потом просто у меня начались проблемы со здоровьем. Пришлось оставить работу, я попала в больницу не ходячую. У меня проблемы были с мышцами, с тканями, в общем, я не знаю, как это называется, диагноз меня не установили. Вот, не атрофия мышц, ну просто как бы. Мне было сложно наступать и ходить. В общем, были боли. Но они как бы ткани были вывернутые. Поэтому у меня не только ходить, стоять, мне и лежать было очень больно. Но вы еще не знали, что это был психотеррор, да? Еще не знали, получается. Нет, я вообще не думала об этом. Вот, ну, просто попала в больницу, мои родители не знали то, что это такое. Они просто видели, что я не могу ходить. Просто это произошло одним днем. То есть мне было и до этого немножко сложно ходить. Вот, я просто думала, ну вот я немножечко пройдусь, может быть, будет лучше и завтра будет лучше. Я не думала о том, что будет настолько хуйно. Вот, в один вечер я пришла домой, просто гуляла. Вот, и перед ногами началась боль. И я вообще не могла уже наступать, просто села на кровать и позвала родителей. Потом, вот, папа у меня на скорую помощь работает, поэтому он видел разные сними. Вот. Он водитель работал, вернее, сейчас у меня нет сними. Ну, сразу я ему сказала, ну, и мама видела, что что-то не так. Она потрогала мои, ну, руки, ноги. И она говорит, ну, такое не может быть. Потому что это все по ощущению мышцы, как бы такие в жидком состоянии. У меня действительно и наступать-то было. Они вот, как бы, я не знаю, что с ними произошло. Никто не знал. Ну, типа папу тоже заметил, но было поздно уже скорую вызвать. Конечно, можно вызвать его и в любой момент. Ну, он решил, что... Ну, вызвали скорую, просто были, ну, точнее, на вызове. Скорая, она здесь одна, где я живу. Вот, ну, просто он всех успокоил и сказал, давайте подождем. В такой ситуации паниковать тоже нельзя, потому что непонятно, что самый лучший способ просто успокоиться, будем ждать. Вот, скорая, конечно, приехала, я, я, мне, нам помогла и одеться, я не могла сидеть уже и стоять, конечно, не могла подскорой. Ну, я сразу же в город отвезли. На носилки занесли домой. Вот, и на носилку мы повезли нас в ближайший город. Вот, по дороге, вот это, да, я лежала на носилках, тело у меня вообще не слышалось, у меня мышцы не сокращались. Я лежала вот, при каждой почке, тряски, я, у любого человека все равно, при сопротивлении сокращаются мышцы. А я этого уже не могла делать, ну, не получалось. Тело было, так вот, как холодец, не дрожал. Мне, мне было неудобно, нескомфортно лежать. Ну, все-таки, что оставалось, просто терпеть и все, и тем более не знал никто, что это я не знал, мне просто нужно было сохранять спокойствие. Когда меня привезли, меня нейропатолог осмотрел. Он тоже обратил внимание, я смотрю на мышцы. Ощущение, да, что-то с мышцами, но он сказать точно не мог. Поэтому мне положили в стационар, в стационар, наблюдалось, я умерю, патологу. Были ужасные боли. И я уже просто, наверное, на это внимание не обращал. Мне, когда заносили в палату, прикладывали на кровать, мне просто потом больные рассказывали, когда, после того, как мама со мной посидела, мама осталась ночевать, конечно, со мной. И положили на кровать, у меня были ужасные боли. Я каждую кочку чувствую, но как-то не кочку, но... Ну, от раз был просто не очень удобный. Ну, поэтому, ну, было просто очень больно, что-то... Другой человек не заметил вот этого неудобства. Ну, то есть, болели мышечные ткани все, да? Да, я вот как оголенная все была. Ужасно, сочувствую. Я просто думала, когда объясняла, вот, меропотолками еще положили меня на кровать, он, ну, как любой врач спрашивает, что молит, вот. Да, я просто объясняла, что вот... В тот момент я просто так могла объяснить, вот, как если вот у кого-то люди... У людей болел, молились люди, вот такой нерв уже оголенный был, боли такие были более сильные. Вот так же я чувствовала, чувствовала вот во всем теле. Ну, он не мог поставить диагноз, он изучал вот все, изучал мою карточку, чем я раньше, как обычно, наверное, при осмотре человека, или чем разносит лечение, должен прочитать историю, там, мирового обращения до этого. Ну, амбулаторно изучить, познакомиться просто. Да, я волнуюсь немного, поэтому я и знаю. Не, нормально все рассказывается, вы не волнуетесь. Хотите водички попить, сходите. Время есть. Ну, пришел он, я лежала с боли, я не могу сказать плохо о наших врачах, я знаю, что он очень хороший врач, видимо, просто... Ну, три дня я лежала без назначения врача. Вот, потом он пришел ко мне, папа у меня тоже, он работал, конечно, но у него сахарный диабет был, он вот утром на утре маме домой нужно было поехать. Она ждала врача, просто чтобы ей нужно было, если бы он назначил какие-либо препараты, препараты, или там, лечение, коус-лечение, она могла бы сходить купить в аптеку. Ну, она вот тоже ждала, и так врач не пришел. Поэтому ей пришлось домой уехать, ей нужно же тоже не переодеться на работу, ей нужно врач предупредить на работе людей, директор, отпроситься, объяснить ситуацию, не может же так, человек, конечно, не прийти на работу, тем более в наше время. Это если просто не пришел, он может сразу уйти, пока человек не держится за работу. Папа тоже, он через сутки работал, у него сахарный диабет был, поэтому он тоже сидел на второе, на вторые сутки пришел, приехал, ждал, когда врач пришел, потому что человек все равно в тяжелом состоянии лежал. Он, правда, сказал, я его видел, я просто постоял, это, ну, около моей палаты, я думаю, человек подойдет объяснить мне, я тоже надо было съездить за лекарствами в аптеку. Ну, он говорит, прошел, ну, просто я не понимаю просто такого обращения, но, к сожалению, мы столкнулись вот с таким обращением, хотя наш район, где я живу, недалеко от нас, этот город находится здесь, там и его люди знают, потому что он часто приезжал, привозил больных на скорую помощь, вот. И, ну, мы столкнулись с таким обращением, вот. Ну, ничего, что делать, приходилось ждать в институте, и, значит, папе пришлось уехать, вот. Говорит, я подошел к нему, он там вот весь день поздоровался, и все, врач ничего не сказал. Потом он только ночью пришел, врач, папе нужно было уехать, потому что он сам сутки только дежурен. И, вот, мы оставались женщины, конечно, в палате, я бы с присмотром не оставалась, мама потом, она приезжала ко мне, ну, она просто попросила это. Женщины, которые ходили, они мне помогали, ну, ну, какие-то процедуры сделать, умываться. Потом ночью пришел ко мне врач, принес вот листочек с назначением, и, значит, есть какие-то препараты. Ну, я помню, там препараты были очень, ну, дорогие. Для нас это, может быть, для кого-то это недорого, ну, для нас это в то время было удобно. Новые препараты, вот, и... Один препарат, препарат капли какие-то, кажется, я вот помню. Они от отеков мягких тканей. Вот. Потом уколы ловили, ловили. Скажите, какой диагноз он поставил, что это вообще было? Он определил что-то? Нет, он так не поставил. Диагноз просто что-то с мышцами. Ну, он вот назначил лечения, попробуйте, попробуйте поколоть вот эти две... Вот назначил два вида препаратов для укрепления, там, иммунной системы, как бы, ну, долго меня там не держали. Он мне... Он... Мне было очень сложно, но он... Попробую встать. Просто, наверное, он не спас свои. Проверяет симптомы, конечно. Я... Попробую, мне было сложно и соседеть. У меня... Вот, понимаете, такое ощущение, когда я лежала на кровати. Мы какое-то... Я помню, память мышц, сокращение мышц, она не просто остается, она и продолжается. Это я просто по ощущениям понимаю, просто мои мышцы не сокращались. Они вот летали. Видимо, сокращение было мышц в памяти, вот. Ну, они как бы летали. Я чувствовала, что я... Я видел свои кости. Вот, они просто... Мне было так сложно удержать эти мышцы, ткани. Они вот летали, очень тяжелые были. Вот. И я думала, что я боялся, я сломаю кости свои. Мне было... Видела и кости свои, настолько вот... Было это все. То есть вам в разуме это показывали, получается, или как? Ну, осознание такое было, да? Я не знаю, ощущения. Я видела это, я просто говорю, как есть. Ну, я имею в виду, ощущение такое было, что мышцы стали такими тяжелыми, что будто бы просто-напросто кости проломаются, да? Получается так. Просто я... Я раньше не думала об этом, что может другой человек выйдет так, как я. Это... Ну, я думаю, сейчас думаю, это неудивительно. Если бы человек другой находился в такой ситуации, то же самое он видел. Потому что каждый человек происходит с ним. Такое, да, возможно, при психотерроре, потому что могут внушать любое состояние в мозг человеку. То есть могут сделать так, что человек будет видеть что-то, какие-то, ну, не то что галлюцинации, а показать, продемонстрировать ему вот это вот, там, не знаю, изображение, что ли, и навести такое ощущение, чувствовать запахи какие-то. Ну, то есть это все делается техника, это понятно все. Расскажите, пожалуйста, что было дальше? Ну, я в то время вообще не думала на психотеррор, мне было ни до чего. У меня в то время даже компьютера не было. Вот, поэтому я просто, вот, ну, это видео не только я, не просто мне там кто-то внушил, навязал это. Это же видео-врач, он меня осмотрел, он чувствовал, насколько моя мышца слабая на ткани, то есть у меня вот, они были в жидком состоянии. Действительно. И маму трогал, говорит, если бы ты была, видела ты одна и чувствовала, я же тоже это чувствую, это ощущение, вот. Ну, они такие, очень жидкие, на них нельзя было ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Вот. Ну, у меня дни очень, не долго лежали. Нет, ну, не, видимо, препарат какой-то, вот, наверное, видимо, я думаю, вот капли я пила, я не помню, к сожалению, как они называются, потому что за это время не надо, чтобы произошло. Знаете, что у меня возникло в мозгах только что, ну, какая мысль? Вот, знаете, раньше была Гильдеровская Германия, да, там проводили опыты над людьми ССС, была такая организация Аненерба и так далее. Вот представьте скелет человека, который истощен, дистрофия уже, и представьте эту голограмму, да, это состояние наложить на здорового человека. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть на вас просто наложили они такое состояние истощенного человека, у которого нет уже мышечной ткани. Понимаете, что они делают? Ну, это моя, моя теория, как-то так. Возможно, я и в тот момент, в то время не знала об этом ничего. Никто не знал, вообще не думаю, что такое. И как это называется? Я вообще не знала, что такое есть вообще. Вот. Ну, меня выписали из больницы, назначили у меня вот эти препараты, да, вида, которые укрепляют иммунную систему. И, видимо, потому что мне вот эти капли, я не помню название уже, просто они были, я помню, что они от отек у мягких тканей были. Видимо, вот какие-то, она как-то, они смягчали мне, видимо, вот эту боль. я, или обезболивали, видимо, потому что я, боли, боли у меня не такие сильные были. Как-то было так. Ткани я чувствовала, что они у меня такие, мягкие, продолжала чувствовать. Вот. Ну, не настолько больно было, вот, видимо, из-за этих, из-за этих каплей. Вот. также мне назначили физические упражнения, которые, я такой человек, что, ну, любому человеку хочется выздороветь, и поэтому, ну, исполняем рекомендации врача. Как врач, вроде бы, больше знает, и поэтому, тем более, Диана сам не установил, просто он не назначил, по его, видимо, его мнению, по его видимости, как он это все понимал. Но, видимо, тоже, не просто мне такие сильные какие-то, препараты ему назначил, он уж тоже осторожен, каждый врач осторожен, вот, как это должен. Физические упражнения, которые я выполнить, мне было просто, я уже сейчас и после, это мне было чуть-чуть показано, хотя мне, я думаю, они были несложные, врач приходил, приходил, как же, как же, которые, некое какие-то упражнения показали, видимо, не показали, просто объяснили. Я это делать, я когда попробовала их, я не стоя, не сидя, не могла их показать, поэтому, я это все выполняла, я пробовала делать, на кровати лежа, поэтому, ну, как у меня получалось, не получалось, у меня это не очень хорошо получалось, потому что у меня были сплошные, не просто дискомфорты, эти ткани, я хотела какое-то движение, пока она выполнила, у меня не получалось, они были такие вот, ну, не слушались, тоже мягкие были, я кое-как, и при повороте, поворачивалась, почему, каждому человеку, свойственно переворачиваться, на живот, как удобно, любому человеку, я это с трудом выполняю, у меня был дискомфорт, то есть, и повернуться было сложно, и, в общем, я не отдыхал, мне было очень сложно, я, может быть, и засыпал, тут смятение, в этом, когда намучаюсь, в это время, может быть, услышать, в это время, но, главное, что я снял, и то, я не надолго, это все будет, меня выписали, у нас, вот эти, уколы мы купили, но поделайте дома, он мне назначил, вот эти препараты, хотя бы, любой врач, он, вносит назначение, в ампуляторную карточку, чтобы, при случае, если я поступаю, например, в другой, в другую больницу, или, и вообще, если скорый, может, приехать, мало ли мне, могут мне подойти эти препараты, любому человеку, тем более, я склонна к аллергии, поэтому, я видела, что эти же препараты, эта женщина приезжала, со мной на соседней койке, ей, делали то же, как, пробовали, она была на дневном сценаре, ей сделали, укол, отправлять, она там, уходила, после принятия препаратов, она уходила домой, вот, когда начали испытывать на ней уколы, ну, то есть, пробовать, эти же уколы, вот, в итоге, она не приходила, а ее муж привозил, ей было плохо до этого укола, я потом, узнала, что ей такие же уколы делали, вот, они знали, что я склонна к аллергии, потому что у меня был антиактический шок, до, ну, наверное, я не помню, в каком году, у меня болели суставы, просто у меня, как они болели, я особо не ощущала ранее, у меня просто, я один раз простудилась просто, и почувствовала, что у меня, немного воспалялись, на ногах, и руки, немного, немного, опухали, я, ну, как-то по-своему, я сначала, ну, так вот, натирала, натирала, вот, те места, которые воспалялись, ну, потом пришлось к мне на прием сходить, потому что, ну, я в то время работала еще, скажите, что было дальше, вот, вы выписались, да, потом, ну, стало легче, так все закончилось, скажите, когда вы приехали домой, что дальше было? ну, пап меня привез домой, я от машины, я ходила, я говорю, видимо, мышцы не атрофированы, я шла, я шла, но я шла как-то, вот, я думала, опираясь на память вот этих мышц, сокращение мышц, вот, кое-какие я чувствовала мышцы, немного укреплялись, где-то, ну, какая твердость, твердая, твердая твердость, я чувствовала выкорох, немножко укреплялись, потому что, сама, когда лежала, вот, старалась вставать, потихонечку по палате, от стола, там, например, столик стоял до кровати, вот, опираясь, я немножко, вот, сама пыталась, немножечко, когда мне обезболили, вот эти капли, я немножко, вот так вот, думала, что у меня совсем нет, не очень хотелось просто лежать, потому что неудобство в ней, каждому человеку неудобно, и других людей беспокоить, что он какие-то там процедуры, самому нет в сирии, бедняжи, как мне уже ужас, что эти сволочи делают, скажите, пожалуйста, а вот, ну, после того, как все прошло, да, вам стало легче, ну, что было с психотеррором, что началось там, эти сволочи, как-то там влияли, еще или как? Ну, я не знаю, я и, тогда не думала ни о чем, я говорю, у меня ни компьютера не было, телефон мне купили, сейчас дорогие, но сейчас и по нашим деньгам дорого, мне мама купила, тогда не очень дорогой телефон, интернет у меня не было, я просто говорю, мне избавиться, не договорила, простите, от машины, в общем, до подъезда, мы живем в частности, до двух этажки, не в своем доме, вот, и я вот так вот шла, тягонечко, на цыпочках, как могла лучше, одежда для меня оказалась, очень тяжелая, она такая неудобная, и я вроде в одежде, и мне казалось, я вот ее просто, одела ее, как-то, ну, нужно, чтобы одевать ее, но я не чувствую комфорта, вот, в одежде, одеты на меня, что на меня есть одежда, называется одежда, название на одежды есть, ну, мы начали делать, вот эти уколы дома, врач мне, написал на, на кулачке бумажки, вот эти уколы, он чему-то, не сосчитал, не посчитал, нужно, на амблатовную карточку, записать, назначение, вот мы делали, я делала дома, а мы не делали, вот сами, ну, я говорю, я склонна к аллергии, поэтому, вот, со сочтением времени, когда, я начала чувствовать, что мне очень сложно, и блатать, и, я чувствовала, что, ну, видимо, был отек уже, потому, что, видимо, аллергия уже началась, на эти препараты, или, я уже думаю, может быть, я чувствовала совсем, совсем по-другому себя, если бы я была, в нормальном состоянии, я имею ввиду, мышцы в нормальном состоянии, ткани у меня были, укреплены, укреплены, как у нормального, ну, точно, как у нормального человека, вот, мне, ну, мне пришлось вызывать скорую, чтобы, у меня, могли мне помочь, вот, в таком случае, чтобы вывести эти препараты, из организма, у меня положили в больницу, мы делали, при, при, так, ну, когда происходит, вот, эта аллергия, в основном, делали, прегнизолон, гормональный, укол, и еще, какой-то укол, что-то первое, это необходимость, для того, чтобы, человек не впал в ком, или негде, не произошел, у него эндотический шок, как у меня был, доктор, несколько лет назад, вот, и то я теперь уже думаю, вот, исходя из того, что сейчас со мной происходит, мне кажется, это было бы, было бы, не сама по себе я упала, ну, то есть, на препарат была аллергия, на тот, когда у меня суставы болели, мне назначили, хотя мог бы, могла бы, в случае, в случае, произойти реакция, то есть, энергии, и на этот укол, потому, что он очень сильный, как потом выяснилось, что, такие уколы, нужно делать тоже, сначала пробую делать, а потом, потом уже, понять, можно ли делать, человеку, таких препарат, такие препараты, вот, мне назначили, три укола, я, а, назначили мне, пять штук, просто, на третьем, на третьем, уколе, третий раз, мне делали, мне организм, видимо, не выдержит, и я просто, я даже не помню, как я упала, просто потом очнулось, у меня, трубки кислородные в носу, и меня, спрашивают, врач, это так принято, спрашивают, ты меня узнаешь, там, как тебя звать, просто проверяют, насколько пострадал, пострадал ли главный мозг, и все остальное, я в памяти была, ну, я, 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 сказала, как у меня зовут, то есть, я это сказала с трудом, иногда, просто, он говорит, ну, кидни в голову, если ты понимаешь, тут же система у меня в руке, была, то есть, меняет препарат из организма, просто, ну, просто снять реакцию, назначил там определенный препарат, вот, просто я почувствовала, у меня дискомфорт во рту, я думала, почему мне так трудно, ну, тогда трудно было разговаривать, потому что я еще была, в таком состоянии, я просто глаза открыла, у меня, такой, в моих глазах, я просто вижу, мама стоит плачет, папа плачет, стоит, вот, я просто переводила, вот так вот, взгляд на всех, замедленный, такой вот, и, меня отвезли в город, потому что, где, это, упал, упал, и я, произошел фактический шок, в нашей больнице, вот, на месту жительства, там, то есть, в городе, вот, там лежала, но, все равно, повлияло, вот, это, я не знаю, почему, может, из-за того, что, какое время, я не знаю, ну, я просто, это, сколько времени, я не знаю, я не спросила, к сожалению, сколько времени, было бы, сознание, ну, у меня, человек, ангоорганизм, восстанавливался, и, какое-то время, я, например, за неделю, события происходили, которые, я поняла, что я не помню, потому что, мама со мной сидела, мы с ней разговаривали, о чем-то, вот, и, она, я говорила, мама, я не помню, как-то, ну, да как же мы с тобой, мы с тобой о чем-то беседовали, мы с тобой, где-то там сидели, ну, просто, я приложу пример, где-то там семье, люди, где-то шли, о чем-то разговаривали, просто, каждый человек должен помнить, и у меня память была очень хорошая, ну, и, я говорю, я не помню, но у меня остановилась, она рассказывала, я говорю, что, значит, мама, она, таком, относится очень, она очень мужественная, вообще, человек, потому что она сама пожила, такую жизнь, и мама болела, но она знала, как вот, вести себя, ну, во-первых, она была мамой, и родители, любой ситуации, они будут вести себя так, как, положено, как чувствуют, как поминают ребенка, и, чтобы не напугать, она вот потихонечку со мной разговаривала, и у меня память восстановилась, я еще потом госэкзамены сдамала, я просто ушла, меня долго держали, я говорю, мне надо учить билеты, у меня госэкзамены на суд, поэтому отпустите меня, пожалуйста, но он говорит, ты еще, ну, врачик говорит, ты слабый у нас, поэтому, вообще-то, мы говорим, тебе вывели, эти препараты, поддержали немножко, предложили, вот, поэтому, можешь идти, напиши расписку, что нужно тебе, я написала расписку, я ушла, потому что, действительно, нужно научить билеты, я говорю, почему у меня память хорошая, я потому что, могла, от точки запятой, я учила билеты, я понимала, конечно, смысл, все, понятия, то есть, того, что нужно учить, или там, но я просто, могла запомнить, от точки запятой, до этой точки, то есть, все знаки препинания, предложения, с чего начинаются, красные строки, поэтому, я говорю, у меня память была очень хорошая, и сейчас она хорошая, просто иногда у меня, иногда очень сильно происходит давление на меня, но я сейчас просто работаю над собой, я стараюсь просто пословно, просто каждый человек в такой ситуации пословно, приспосабливается к всему. Да вы что такое пережить, вы настоящая умница, вы молодец. Спасибо, я такой человек, я, конечно, про себя понимаю, что я, но я не говорю о герое, я это не люблю, я, это, такое говорить, просто, я думаю, просто надо бороться, я, конечно, побежалю, победитель, победили, это все состояние, самостоятельно прожили, прошли такие пытки, и выжили, говорю, хочу спросить еще, что происходило, конкретно по поводу вас, от этой психотронной войны, от этих людей, слышали ли вы голоса какие-то потом, открытая фаза вообще появилась? Сейчас я вам говорила, что я не знаю, я просто слышала, но я не знаю, как применить, на нём случае, как это называется, поэтому я людям, я могла объяснить, можно, если вы понимаете, как это может называться, вы, по словам, тогда, может быть, скажете, как это может называться, но я, может, могла бы сравнить с вами, я не всегда могу сидеть, и могла в интернете, я потому что очень слабо, из-за меня тянут, очень сильно силы, то есть сейчас мышечные ткани мои разбирают, я не могу с мамой общаться, папой на сонах, и тогда я вам писала, тогда я, когда папа был жив, вот, я понимала, что на него действует, хотя я объяснить не могла, я уже поняла, что мне просто не нужно было общаться с ним, потому что я ему говорила, пап, нам нужно было ему помочь, я была хоть и находячая, но много было проблем, вот эти ужасы, ужасы, которые из меня тянут, я сама переживала это, и как-то я уже думала, я просто справляюсь, и они слышали, как я плачу, хотя я не хотела беспокоить ни маму, ни папу, просто доходила до того, что терплю, терплю, но каждый человек их, мыкать уже не начнет, ну, ну, во-первых, они знают, что я болею, поэтому ему спрашивают же меня каждое утро, каждый день, как-то себя чувствуют, не просто спрашивают, или замечают, какая я была вчера, какая сегодня, ну, это так, в каждой семье, наверное, потому что все любят друг друга, понимают, хотят, чтобы человеку было лучше, вот, и я посмотрю, как папа чувствует, и, ну, об этом и говорить, мне кажется, не нужно, просто мы боролись, а папе нужна жизнь, маму, ну, они оба замолили, несмотря на то, что я в тот папу сам, в тяжелом состоянии, папа, он все равно меня не оставлял, у него инфаркт обширный случился, я думаю, вот после того, как меня выписали из больницы, буквально не очень много времени пришло, вот потом я вот так анализирую, как я его видела, когда я в больнице лежала, вот он со мной сидел, я понимаю, что у него сахарный диабет еще был, но он не очень, он пил таблеточки тогда, просто, он, ну, как, он не обнародовал, что у него сахарный диабет, просто для себя пил препараты какие-то, ему нужно было инсулин перегонить уже, но он просто не хотел с работы, уходить, потому что, ему нужно было семью кормить, и, ну, вообще, человек такой, он трудолюбивый, поэтому, вот, и, включая то, как, возможно, он бы не так пострадал, это я уже анализирую, и, ну, так вот, отматываю назад, то есть, пересматриваю, как, видя, как чувствовала себя, в тот момент, потому что, мне пришлось все анализировать, что вы думаете о том, что вы не сейчас не ошибиться, вот, в том, что, как я сейчас вижу, и как это будет небезопасно для моих близких, должна ли я с ними общаться или нет, ну, чтобы не навредить их здоровью, и я думаю, что папе, папа в тот момент, когда он сидел со мной, ему нужно было кушать, каждому человеку, при сахарном диабете, ему нужно было кушать, а сидел он с утра, сутки, сутки он работал, вот, и сидел, ждал врача, и вот мне принесли покушать, а я говорю, папа, покушай, я же знала у нас, мы знаем, что, какие, как, что нужно человеку, при сахарном диабете, вот, я говорю, папа, покушай немножко, ну, он вообще, мы для него были, вообще, это папа, я его очень люблю, я его очень уважала, и гордилась им, ну, нет, ты кушай, давай, тебе нужно, я говорю, папа, тебе нужно, потому что я знаю, что ему нужно покушать, вот, ну, он как, немножечко вот так вот, он как с маленьким, хоть мне, мы в любом возрасте для родителей остаемся детьми, и вот, поэтому, я многое поняла, когда вот, сколько, сколько лет со мной происходит, человек, я думаю, в любом состоянии будет находить, сколько переносит, даже если он не переносит, там, какие-то трудности, он просто анализируется, и понимает понятие у него о своем состоянии, насколько может быть ему тяжело в том состоянии, а я уже думаю, что может быть у меня хуже, а я думаю, о, ну, тот человек, который жалуется, или понимает, что ему тяжело, думаю, да, насколько мне тяжело, потом я уже со временем думаю, нет, вот, насколько мне тяжело, я уже не сравниваю, как тяжело, я уже не думаю об этом, я просто думаю, может быть он просто по своему состоянию, может он не понимает, и он просто живет, развивается в своем положении, поэтому, насколько тяжело, я главное где-то, я смогла справиться, вот, я уже понимаю, что, ну и хорошо, что я с этим справилась, мне нужно уже думать о завтрашнем дне, как мне реагировать на завтрашний день, хотя, думаю, если, живя без этого, того, что со мной происходит, я, конечно, жила бы совсем другой жизнью, и была бы здорова, и папа был бы жив, и с мамой сейчас общалась, она у меня вот одна, она плачет, потому что я сейчас мало с ней общаюсь, я, конечно, стараюсь ей объяснить, что так нужно, что мне нельзя с тобой рядом находиться, и не только рядом находиться, я объясняю, что со мной происходит, вот, ну, я это просто сама чувствую, мне не дают, а почему вы решили так, что вам нельзя находиться с мамой рядом? Потому что в это время надо мной издеваются, угрожают, это я слушаю, но как-то, исходя из твоих соображений, как-то видела, как-то чувствовала, я это видела, потому что чувствую, как происходит. это говорят вам в голове прямо, что издеваются, ну, угрожают. я не знаю, где это происходит, в голове или нет, но я это слышу, но мы просто так, они по глупости, я говорю, за что, просто за что, потом я уже не стала задавать вопрос, а просто так, вот так вот говорят, и они вот, ну, через меня я, я, например, дома бываю, мама приходит, я уже в этом времени стараюсь все сделать, например, как мне тоже очень сложно приходится что-то делать, хочется помочь маме, ну, что я могу сделать, я только, вот, за целый день мама на работу уходит, хотя она у меня на пенсии, но она, просто люди такие добрые дают ей немножечко поработать, вот, и, поэтому мама, она уже пострадала от этого, что со мной происходит, и я чувствую себя... Вы пытались объяснить, что на вас какое-то воздействие оказывается матери? Маме, да, конечно, потому что больше мне некому сказать, маме, я говорила, она, ну, она говорит, я тебя понимаю, я думаю, что, но есть такое, я еще, ну, она тоже говорит, ну, вот, если бы ты была там, мы люди такие были, обеспечены, но не дочка президента, или какой-то там, таких людей, там, просто при психотерроре не важна национальность, не важен статус человека, важен сам генетический материал, то есть, биологический объект, можем, я понимаю, так же, как они их животным применяют психотеррор, то есть, им не важно, на ком применяется, главное испытать технологию, то есть, они сидят, издеваются над людьми, для того, чтобы проводить какие-то эксперименты, то есть, мы же не знаем, для чего они делают это, но мы просто страдаем вследствие этих экспериментов, вот, скажите, вашу мать, не дай бог, облучали? облучение происходит, наверное, я не знаю даже, как это происходит, но через меня, вот я и говорю, я нахожусь в одной комнате, но она в другой, они через меня, как бы это, например, происходило в реальности, если живую человеку видеть, например, насилие, я хочу объяснить, ну, если, например, человека держали, человек не мог сопротивляться, то есть, происходит на него давление, там, или руки держат, чтобы он был, и мне в то время сжимают, или руки мои, или даже мышление, и где-то в голове, и через меня, и так смотря, и идут вот так по ощущениям в комнату, где находится мама, и раньше вот так просто, ну, угрожали, страх наводили, а сейчас уже зверсти, вот это тянут, ну, просто выдергивают энергию, и всё, вот, и я, да, я думала, я раньше думала, пропыталась, думаю, может быть, я где-то буду находиться, не дома, ну, просто люди советовали меня, и просто попробую находиться мне дома, побольше, например, на улице, я пробовала всё, что только не пробовала, вот, я просто не сказала, я не знала, что это психи-террор, вот, может быть, это нужно, не нужно, я думаю, потому что я должна, я не сказала, просто по порядку шла, мы вопросы задавали, я, возможно, и к этому вернусь, просто видите, я немного в прошлое, как это началось, и приходится возвращаться в настоящее, обращаться к настоящему, ну, ничего, это так, это нужно, просто... Нормально всё, а скажите, а посторонние люди не показывали вам какое-то презрение, они, ну, это именно называется гангсталкинг, когда вы выходите на улицу, они начинают вас ненавидеть, просто так вот, было у вас такое? Ну, сейчас я понимаю, я уже давно поняла, что вот эти все голоса на улице, например, выходишь на улицу, например, у меня вот мышцы, были проблемы с мышцами, у меня же было сложно в любой одежде находиться, и из меня тянули, в общем, потом я уже поняла, при сокращении мышц, при укреплении, мышц происходило так, вот, они, где бы, когда мышцы укрепляются, мышцы у нас укрепляются в любом, во многом случае, когда человек думает, когда человек чувствует, вот, вот, когда человек двигается, это всё, это всё взаимосвязано происходит, это называется, каждое, что называется, ну, всё это, всему это, всему это, есть объяснение и название, вот, я, например, стесняюсь, где-то, например, выйти на улицу, нужно было выходить, чтобы дышать, организму нужно было кислород, ну, как и любому человеку, просто нужно, здоровому, больному, свежий воздух, необходимый организм, и чувствую, например, где-то стеснение, где-то я, например, стесняюсь, вот, я же чувствую, как, что со мной происходит в этот момент, когда я на свежем воздух, добивала, и, например, какой-то человек прошёл, там, мужчина или женщина, ну, пусть даже ребёнок, вот, и я стесняюсь, например, при стеснении, какое-то напряжение происходит, мышцы, вот, и происходят как дразнивки, например, прошёл мужчина, например, мне, или женщина, мне неудобно стоять, например, мне-то сложно стоять, любой человек посочувствовал, ну, и такого не может быть, раз прошёл мужчина, я уже потом думаю, как, это сначала я обижалась, и думала, я не давала, не подавала, виду, потому что, думаю, ну, это, объясняла тем, как нормальный человек мог объяснить, в нормальном состоянии, и вообще, реакция на такое, что, думаю, ну, если я болею, и этот человек прошёл, он, и даже если человек знает, что у меня с здоровьем проблема, он прошёл, и усмехнулся, или поддразнивая, такого не может просто быть, потому что, нашу семью знают, уважают, и не могут меня обидеть люди, я уже потом думала, и не может быть, чтобы человек прошёл, усмехнулся, усмехнулся, или поддразнился, или дразнился на меня, но потом я, просто уже стала не обращать на это внимания, конечно, я слышала, продолжалась, потом уже продолжалась, продолжалась, но, голоса, то со вздохами, то, тоже с какими дразнилками, потом уже со словами, например, я иду, тоже стесняюсь, вот, много, ну, много времени так было, не один год вот так я ходила, слышите, меня, я никак не могла, я в больнице мне не помогли, я просто не знала, кому больше мне обратиться, я поэтому, я даже не знала, вот, что со мной происходит, вот, когда, после, вот, после аллергии на те препараты, я уже не знала, что мне пить, какие мне можно лекарства, я, за исключением, как вот, пила, эти, манерьянку, пустырник, мне нужно было, ну, хотя бы такие вот, такие нервные, нервные, не успокаивающие, чтобы у меня могла, немного успокоить себя, потому, что мне больше нельзя было, никакие, пить таблетки, вот, потом я не знала, у меня не было ни тонуса уже, в мышцах, там уже как ветерок, просто были, ткани у меня так, было очень сложно даже, я раньше объясняла, это тема, просто, думаю, а вот, если я к кому-то обращусь, как я объясню, меня же не поймет никто, вот, я думаю, вот я, ну, просто чувствовала, человек каждый, что-то хочет, покушать, там, чай попить, я, я замечала, вот, я, например, кушаю, нет никакого, ни насыщения, что я поела, например, и думаю, что я покушала, и каждый человек, какой-то, ну, нужно покушать, человек организм требует, чай попить, например, ну, это в зависимости от того, что человек любит кушать, и пить, вот, у меня никакой реакции не было, ни на еду, ни на, ну, воду я чувствовала, потом я подумала, ну, много было проблем, я поэтому, не все, не все могла понять, что я чувствую, что у меня неправильно, что у правильного организма, но потом мне человек один просто дал адрес, говорит, у нее мама болела, и она, она знала, что я болею, что я в больнице лежала, и вот, я рассказывала ей, что происходит, но она тоже думала, она и не думала о том, что, ну, зачем это человеку выслышал, просто понял человека, не обязательно выникать, что именно со мной происходит, и я не хотела донести, донести это каждому человеку, мне нужно, потому что, тем более, и сил у меня не было, особо расходовать энергию, вот, я почему говорю, что на самом деле это было, тем более, мои ткани нигде не укреплялись, и горло, и сгал, мне было уже очень страшно, потому что они у меня летали, как ветерок, не знаю, на чем я стоял, но я видел действительно кости, вот, и я очень боял, что я сломаю, вот, она мне говорит, мама у меня ездит, ко мне у женщины, не традиционно, а я никогда не обращалась к таким людям, а я извиняюсь, вмешаюсь, а кто вы по вере вообще, по вероисповеданию? Я, крестьянское вероисповедание, православный человек, да, православный, продолжайте, вот, я и тогда не думала, что мне кто-то поможет, потому что, ну, думаю, мне уже никто не поможет, я не знаю, как объяснить ее, и, в общем, а, физические упражнения, которые мне назначил врач, у меня я делала, и у меня все это бесполезно было, я вот, он говорит, таким образом ты укрепляешь мышцы, там, попробуй еще, по ступенькам, например, походить, забираться немножко, и опускаться, там, сегодня три ступеньки, завтра побольше ступенек, вот, ну, дома там, где-то ступеньки, не обязательно в подъезде, в каком-то нашем доме, вот, и это, я, я очень уставала, потому что я все это чувствую, твердые-твердые немножко мышцы, и потом я, вот это все, мне так, с таким трюмом, это все по стеночке, сзади не столько сделаю, для того, чтобы укреплялись мышцы, и все это бесполезно, они раз и раздуваются, как ветерок, вот, и, ну, я, вот, дала мне эту женщину, адрес, ну, женщина, она, я думаю, нужно съездить, она была в городе, вот, в котором меня в больнице, возили недалеко, ну, езды, наверное, полчаса, может, от езды, у меня папа немножко ездил, хотя тогда у него уже произошел, муфар, так, ширина, поэтому, я уже думала, что это от этого произошло, потому что, я говорил, что я как видела, анализировала, проанализировала, как я видела тогда, когда я в больнице лежала, потому что видела, что из меня энергии тянули, и еще смотрю, не могло бы так, что он сидел у меня вообще в тумане, так он, вот, и поэтому, думаю, это вот, это, это от меня, через меня, у меня произошел, муфар, вот, я поехала к этой женщине, у него тогда еще, у него не было, он просто у меня, ну, тоже, он очень хочет как-то, тем более видеть, что мучаюсь дома, вот, я, я сел перед этой женщиной, говорю, и говорю, я не знаю, кто мне поможет, я, даже я вот сейчас с вами разговариваю, вот, сейчас вы знаете, вот это, все, вот, разбирает мои мышцы, ткани, с красной стороны, вот, не знаю, как я буду там, потом все это, корректировать, спасибо, с Бог, я не знаю, что происходит, но, вы к Богу не, не ходили в церковь, не обращались, о помощи, я всегда, с Богом, я и раньше, с Малитой, была, и, и сейчас, вот, но, мне, я думаю, что, я в тот момент, женщина говорит, я тебе могу, помочь, только нужно будет, и раз, ко мне, ехать, вот, она, я бы объяснить, пожалуйста, что со мной происходит, почему я себя так чувствую, я вообще не знаю, что происходит со мной, ну, каждый человек, тем более, я не знала, как лечить такие люди, ну, она очень сильный, целитель была, потому что, я думаю, и мне не сможет даже объяснить никто, что это такое, если врач не смог объяснить мне, вот, и она, она говорит, я тебе помогу, твои ткани, они как бы плавают, она говорит, ты видишь всех на костях, ну, и себя в том числе, я ей вообще ни этого не говорила, вот, я просто потом сижу, удивляюсь, ну, господи, неужели кто-то меня понял, я просто ее чувствую, она вот так, руками она лечила, водила по моей голове, у меня же везде вот это, вот такое было плавающее состояние, вот, ветерок вот этот, и вот я чувствовала, что у меня к перышкам в голове, вот так вот она, что-то делала руками, вот, ну, каким-то прибором водила немного по телу, вот. Что за приборы, пишите, пожалуйста. Ну, я не знаю, какая-то как типа щеточка, как вот массажная, например, расческа, только она крутится, она просто как-то надела немножко по телу, но она, потом я поняла, она не всегда это делает, она делала это в тот момент, когда действительно нужно было организму. А кем эта женщина представилась? Она целитель народный? Она целитель, она, она сказала, говорила, что она где-то работает в Самаре на диагностике, она еще и врач, она показывала свое разрешение на все, и людей, действительно, ходила она в квартиру, снимала одного, ну, пинула человеку в этом городе, она приезжала в какие-то дни, вот, людей было очень много, она действительно, ну, как она меня лечила, ну, может, каждый человек индивидуально, у меня вот она щеткой какая-то, вот, свечку на грудочке, она все время, вот, зажигала, когда меня лечила, я ей потом привозила, и дома я, она мне говорила, чтобы, я дома ставила свечку, чтобы она горела какое-то время, ну, и давала на дом, как домашнее задание, А свечка была церковная? Да, задание какое-то, натираться водой, и траву, траву давала, бутылочки пить какую-то траву, потом я, я спросила, а что содержится в этой воде, вот, ну, трава, из чего, потому что, все-таки с опаской, я же не знаю, чем я буду натираться и пить, поэтому, она мне сказала, ну, объяснила, говорит, вода, в ней содержится серебро, что-либо, так она объяснила, она на серебре, что-либо настаивает, что-либо, привозила очень много бутылок, с ней муж ездил, они, очень много фляг, с чем-то, видимо, в том времени, когда люди приходят, каждому она, что-то должна, ну, например, кому-то у каждого своя проблема, например, она, наверное, я так поняла, набирает, ту воду, или настаивает, ту воду, или траву, приготовляет, ту, которая нужна, тому или иному человеку, который должен, прийти, ну, в следующий раз, когда она будет лечить, вот, поэтому она привозила, очень много фляг, вот, с разным, с разным содержанием, воды, кому-то я набивала, потом она мне, она привозила, порошки, ну, просто какие-то, дополнения продавала, вот, я пила еще раз, старый, опшу, ну, там, порошки, еще как-то, купила, в Астонии, да, шиповник, что он такие, какие-то обычные, которые можно в аптеке купить, ну, я просто хочу сказать, вот, пока она мне, она говорит, вот это, моя работа, что я с тобой проработала, сеанс это был, ну, сеанс, наверное, так можно сказать, она это, конечно, не называла сеансом, вот, ну, я дома, вот, натиралась какое-то время этой водой, но я просто заметила, что у меня мышцы начали укрепляться, то есть, жестче начали становиться, я потом просто начала чувствовать запахи, которые я думала, что, я не думала, что у меня какие-то проблемы такие серьезные еще могут быть, оказывается, я не чувствовала у меня запахов, просто кушала, ела, и, видимо, просто мышцы укреплялись, тонус появлялся, и сокращаться начали мышцы у меня, но они еще не совсем укреплялись, просто действительно действовала вот эта работа в течение недели, я через неделю к ней приезжала снова, действительно, потом я это чувствовала, у меня это было удивительно, например, я такого, тем более я же говорю, человек так к людям не обращался никогда, и не с чем на нее сравнить, или, для меня это было чудеса какие-то, потому что было это все ощутимо, когда я натираюсь, у меня какие-то вот, что-то происходит, вот там мышцы же у нас везде, и какие-то у меня как выходит, вот эти не выходят, но просто это мое ощущение, может другой человек не заметил бы, но я просто могу сказать, укреплялись мышцы, ткани как-то группировались, в общем, я ездила к ней очень долго, я начала ездить, может летом, потом она еще какое-то время не приезжала, я очень переживала, расстраивалась у меня, и трава заканчивалась, и вода заканчивалась, я просто потом почувствовала, что я слышу, вот эти вот, я раньше не замечала, после больницы даже, просто жила, но какие-то слышала вроде бы, просто думала, что я слышала, какие-то отголоски, какие-то дразнинки, что-то такое было, потом, даже когда я ездила к ней, мышцы мои укреплялись, продолжались, кстати, голоса, и, например, уже зимой, все равно не может быть, я уже потом думала, что не может такое, что у меня люди обсуждали за окном, например, стоя около подъезда, около подъезда нашего, при этом у нас окно, форточка закрытая, и вот так отчетливо услышать я могу, слова или какие-то там, или возмущения, он просто меня обсуждает, в то же время я понимаю, меня осуждать или обсуждать, не из-за что просто, и люди там стоят, такие люди, которые, ну, конечно, я нервничала, понимала, кто стоит, обсуждает меня, просто, ну, понимала я, ну, просто, уже, психика уже у меня, я уже устала вот это терпеть, я очень, я терпеливый, конечно, человек, я бы много вытерпела, и что мне остается, просто терпеть дальше, потому что я не нахожу разрешение своей проблемы, думаю, что вот эта женщина немножко мне помогла, и я вот так ждала, что вот снова к ней поеду, ну, когда потом я ездила, и она снова не приезжала, а ездила, а жила она в совсем другом городе, ну, можно было за сутки, конечно, можно за день доехать, но народ был к ней тоже очень много, люди шли, но ехать мне было не очень к ней, вот так просто в то время, в то время папа у нас в больницу попал, в тяжелом состоянии, он был упор, так что он был, причем я это чувствовала, когда случилось с ним дома, он собирался на работу, а я вот это увидела, как вот через меня вот так что-то вытянули, и он находился вот, ну, чувствуешь все равно, я просто, я думаю, что все время находила объяснение для себя, думаю, вот я живу вот в таком состоянии, как я могу объяснить любому человеку, меня никто не поймет, и я думаю, нужно просто объяснение находить для себя, если, например, просто любой человек же чувствует, слышит, ходит, например, в квартире, родители, ну, не важно кто, родители, или просто я живу с родителями, я чувствую, человек, пошел в одну комнату, другую, услышав там, какой-то разговор между собой, ну, все это мы слышим, я просто вот такие простые моменты, хочу объяснять, просто я хочу сказать, что я слышала, как папа, например, себя почувствовал, почувствовал плохо, вот, потому что в комнате, недалеко от нашей комнаты, в кухне, например, в коридоре, я почувствовала, что он в коридоре, а потом я начала думать, вот, анализировать, что происходит сейчас со мной, и как это влияло в тот момент на папу, вот, когда произошел с ним обширный парк, я просто видела, что дернули, вот, не только мою энергию тянут, но и могут тянуть, это из близких, и из тех людей, которые находятся со мной, рядом, то есть в общении, например, со мной, вот, и, я уже думала, как будто он пострадал, именно из-за этого, я слышала, как его вывервало, вот, и, ну, он у нас такой человек, он не любит этим, ну, на югкточек, какой человек, приятно учить, слово в больнице, или просто приходится людям обращаться, в эти, в больницу, ну, он, сначала, он говорит, я поеду на работу, мама ему сказала, зайди, врачу, тем более, на скорую помощь работать, ну, это не сложно сделать, вот, тем более, ну, подняться, скорую помощь на первом этаже, там, врач на втором, ну, не сложно просто зайти к врачу, там, послушатели, чтобы его посмотрели, посмотрели, вот, он, вот такой человек на ногах, он, я не знаю, он, его дом или случился, но его вырвало, это, не просто так вот, потом просто, а, и, собиралась в этот день, ехать к женщине, в биткапе, которая лечит, я знала, что она должна приехать, в Крым, он там, уже холодно было, поэтому мне сложно было ездить, у меня папа раньше немножко, на машине возил, туда, к ней, а потом, мне очень сложно было, ехала я в автобусе, это мне нужно было дойти, до автобусного вокзала, ходила я, вот, то на цыпочках, то на мне задержаться, на опереться на что-то, просто отдохнуть, на какое-то время, не за что было, просто идти, нужно было пешком, у нас такси тогда не было, сейчас такси везде, и все, в городах, конечно, такси у нас тогда не было, вот, мне нужно было, я понимала, что мне нужно, и просто, я не знаю, как я просто, не знаю, как я шла тогда, просто, и врач мне, вот это, вот эта женщина, говорила, быть осторожна, потому что, У меня и кости слабые. Я понимала, что когда вы уже потом выкачивали на меня, и у меня видим эту энергию, у меня остеопороз костей уже был. Я поэтому узнала, что у меня остеопороз, у меня дефицит кальция в организме был. И анафилактический шок тоже именно причина была еще и поэтому, что у меня низкие кальция в организме был. Я и тогда уже кальция принимала, так, в таблетках. Ну, продукты, это само собой, молочные продукты, еще потом управляем. Вот. Ну, я вот к этой женщине до автовокзала, как шла у меня вот от этих физических гимнастик, мне назначали упражнение, вот такие в больнице, которые назначили. Я это выполняла до сих пор, уже ездила и к этой женщине выполняла. Ну, просто, может быть, у меня и не произошло бы это. Просто, просто вот такие мышцы были. Может быть, и разрушали мне вот это вот воздействие, оказывал на меня кто-то. Может быть, она работает со мной, действительно, она работает, у меня укреплялись мышцы. Я думаю, что, думаю, что вот, наверное, кто-то работал, может, программа такая стояла. Я не знаю, я эту программу не ставила. Если, например, если, ну, говорят, что не говорят, просто читала же, я много смотрела видео, что каждый человек психологически, во-первых, в первую очередь, человек расстраивает себя, исходя из любого положения ситуации. Ну, если человек, например, сам себя устанавливает, программа, вот у меня, например, муж с помощью внушений самому себе, у меня всё там, у меня всё разрешается, там, или там что-то, ну, плачет, или настраивает себя, и вроде бы говорят, что так и будет. Просто думая о том, что настраиваю себя, каждый человек должен настраивать себя на позитив, что со мной будет всё хорошо, например, внушать себя, успокаивать. Я не такой человек, я, конечно, огорчалась, но я никогда не ставила себе программу на разрушение. Я жизнерадостный человек, я очень люблю трудиться и любила трудиться. Я очень переживала, когда со мной это случилось, я не могла работать, я всё думаю, всегда думаю, вот немножко, поездят женщины, пойдут к этой женщине, она помывает мне, ну, сколько там, ну, месяц поездил, ну, два, а потом снова на работу пойду. Я так скучала, переживала, вот, и всё мне, я думала, ну, о материальном положении, думаю, я вот не зарабатываю деньги, родителям был жак. Вот, ну, потом всё это, вот, время длилось, я вот с женщинами приезжала, переживала, как бы мне было очень сложно ехать физически. Ну, я не договорила о том, что делая вот эти физические упражнения, у меня просто слетел кишечник. Вот, то есть внутренние органы начали у меня падать. То есть, я не знала, что мне делать, когда падают внутренние органы, мне просто не на чем было держаться там. Вот, может быть, ну, может, это покажется для человека, или у кого-то, может, подумает, скажет, что я, может, я что-то недопонимаю, и поэтому рассказываю какие-то, ну, вы лица, исходя из своего образования медицинского, у меня нет медицинского образования. Ну, каждый человек, я вот, например, сколько я мучаюсь, я знаю, исходя из своей ситуации, с какими я пользовалась препаратами, как я жила, как выживала, поэтому могу ещё любому человеку сказать, при каких, ну, при каких сложностях в организме могу сказать, какое лекарство, какой препарат нужно сделать, или как помочь человеку. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то примеры приведите, ну, какие лекарства вы употребляли при каких-то осложнениях, там, и тартанях, или, может... Ладно, я же, я говорю, я уже никакие таблетки, ни уколы, никакие не делала. Я просто боялась, что у меня ещё на что-то беталетики, поскольку я склон к беталетике. Я кроме барьянки ничего уже не пила. Вот только что женщина мне давала водичку пить. Больше я ничего не принимала. Вот, но потом я вот к ней поехала, поехала. Я потом уже ходила к беталетике, когда у меня внутренние органы начали падать, раздержаться мне не на чем было. Ну, я просто ходила перевязанная уже, потому что папа у меня в больницу попал, уже в город отвезли. А мне хотелось помочь и маме. Мама, потому что ночевала с нами в больнице, а я дома оставалась одна. Но я вроде бы уже приспособилась, сама какие-то, какие-то, не какие-то, а я уже приспособилась в то время уже сама обслуживать себя. То есть умыться, одеться. Вот, ну, просто вот, когда начались проблемы с кишечником, я привязанная, перевязывала себя, потому что это все опускалось. И были и боли, и головокружение, но ощущение это было, я думаю, может быть, люди понимают, когда происходит такое, потому что я слышала много случаев, когда человек, например, тяжелый поднимет, некоторый срывает, то спину, то каждый же тоже ощущает на своем. Вот. Было и больно, конечно, и голова кружилась, и просто чувствовала, как будто у меня нет ничего. У меня и так сложности вот этими скальными с мышцами. А когда, например, падает у меня кишечник, с места тоже просто он падает, а мне падать, например, падать не... Нет, у меня проблемы с мышцами, действительно, на чем он держался, просто держался, может быть, я... У меня со временем и произошли какие-то сложности, вот, с органами. Вот. Но вот я вот гимнастику просто очень добросовестно вот это выполняла. Вот. И вот такое со мной произошло. Мне некому было обратиться. По месту жительства у нас здесь не живут такие вот. к врачу обратиться. У меня в тот момент я не могла обратиться, потому что нужно было мне оказать какую-то помощь. У нас здесь есть вот один мужчина, он... Ну, он бога верующий, он просто... Он справляет вывешивать людям, сливает ребятишек маленьких, ну, не только маленьких. Я просто... Мы знали, что у нас есть такой человек, потому что у него... Раньше мы обращались к нему, не мы, а... У него просто нарывы были какие-то, ну, ничмени там, вот такие. Я помню, что вот эта мама, она бабушка маленькая, старенькая, как у неё дом не был, специально для этих... для этих процедур. Вот. К ней люди приходили, и она помогала, вот она. Тоже, я не знаю, я не спрашивала у кого, чем она помогала. Я просто помню, кто-то в нашей семье к ней обращался, она или ячмень заводила. Мне пришлось просто обратиться к этому мужчине. Я даже не знала, поможет он мне или нет. Тем более, это от нас недалеко. Вот. Но я пришла, говорю, к нему, когда пришла, вот, я говорю, я не знаю, что со мной произошло. У меня вот... Я показала ему, где у меня проблемы. Я говорю, что произошло, но что-то происходит. Потому что я чувствую, у меня там не пульсирует. Вот. Я думаю, я чувствую, что у меня как-то ничего там нет. И боли. Начинаются и головокружения. Ну, он осмотрел меня и говорит, вот, пускай, говорит, мне не поверят. Я думаю, если тебе не поверят, вот, я тебе, говорит, верю. У тебя здесь держаться совершенно не на чем. Вот. Такой человек, он, все равно, он столько лет, а он, он, как вот, люди говорили, и он, он ездил к владыке, вот, мама его возила в то время, и разрешение ему владыка дал, чтобы ему, так же, как мама его, лечить людей. Вот. Ну, он так вот, он сливал, я больше не знаю, как он лечит, я просто, я обратилась вот к нему со своей проблемой, я знаю, что он вот эти вещи делал. он мне со своим способом немножечко приподнял на место, вот, вот, обрати внимание, сейчас я тебе поставлю на место, вот, кишечник, вот, почувствуешь, подноложник, пока у нас, вот, почувствуешь, как у тебя пульсирует, значит, это у тебя на своем месте стоит, стоит. Все находится на своем месте, вот, и вот, как он меня поправлял, я перевязывалась, мне нужно было идти домой, это было очень сложно, тем более, вот эти дразнивки уже начались, я иду, мне сложно, как люди идут прохожие, нас здесь все знают, я уже знала, что мне, что не могут они дразниться, но в то же время на меня это действует, я же еле иду, держусь вот за, за этот эластичный бинт, но я чем могла, просто перевязывала, что мне было удобно идти, и было так обидно, я вот до дома только дохожу, и у меня это все снова падает, вот, и тут мама с папой, и я, не знаю, вот мне, и приходится снова идти к нему, вот, все равно, ну, для здорового человека, было, было мне далеко пешком идти, а для меня это показалось, я, как будто я не знаю, куда ушла, но, ну, идти было сложно, каждый, как бабушка у меня говорила, ее вспоминаешь все время, она, как она все время говорила, старенькая уже, благо, мне говорят, каждый шаг дорог, я, конечно, ее, ну, старалась как-то понять, и поддерживала ее, я просто понимала, что действительно не был каждый шаг дорог, я вот шла, ну, приходилось идти, снова к нему идти, он потом говорит, ты пробуй сама поправлять, потому что, 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 ко мне будешь так ходить, вот, я научил немножко, говорит, почувствуешь импульс, вот, на уровне пивка, вот, значит, у тебя это все на месте стоит, вот, ну, проблемы, конечно, со здоровьем еще больше у меня начались, потому что, нужно было лежать, я уже не знала, что делать, вроде бы, исходить нужно, укреплять, и в углах в таком смятивне метался очень, что же мне делать, и маме хочется помочь, и мама тут одна, мама жалко, папа тут в больнице, она там с ним, вот, и она вот приедет, с утра вот переоденется на работу, идет, и, в общем, тоже без сна, без всего, она идет на работу, и, и, и ей нужно было домой прийти, что, телефонов у нас не было тогда, был стационарный, вот такой, домашний телефон, сейчас мы отключили его, потому что, ну, есть сотовый, вот, просто очень много денег уходит на все это, чтобы платить за телефон, денежки он такой на сотовый положит, поэтому мы его отключили, вот, и, вот она на работе, я дома, и, ну, в общем, очень, не просто страшно было, очень страшно, конечно, папа болеет, и я тоже видела, как он вот это мучается, мне его очень жалко, ну, близкий человек, родной, как он может, это я, я не думаю в тот момент, это просто, много понимаешь, еще, когда человек не станет, много человек понимает, осознает, не просто даже, каждый человек думает, что где-то я там что-то сказала не то, вот, может быть, прощение, просто думаю, что прощение просить, я же при жизни сказала, хотя я не обижала папу, я просто думаю, я такой человек, я самокритичный человек, я буду себя вот так вот обижать, не просто обижать, что, ну, буду себя, такой человек, я себя буду учить, чтобы, как мне поступать, на любой, наверное, человек, саморазвивать, в любых отношениях, там, несмотря на то, в каком я положении, нахожусь, другие же, ни в чем не виноват, мне приходилось, вот, я, например, дома, мне сложно, ну, хорошо дома, мама за меня, например, в магазин сходит, и слава Богу, дай Бог вам, мамочке здоровья, и я же не могу, и слава Богу, она вот у меня, я все время их так вот называла, мама с папой для меня, ушки, ножки, они пошли, я уже не знаю, что в мире делать, все равно, хочется узнать какие-то новости, общение было, какое-то, не какое-то, вообще, я общительный человек, я, как я говорю, переживала, когда уже не было возможности мне работать, вот, потом я уже смирилась, я думаю, ну, за этим уже гнаться не стоит, например, хотя, потом, вот я подлечусь, и буду работать, время немного произошло, думаю, это, все равно нужно себя настроить, нужно смириться, с этим происходит, я буду потихонечку, как-нибудь, узнавать об этом, что со мной происходит, не было, говорю, да на этом у меня ничего не было, поэтому, папа уже на инвалидность ушел, он еще не ушел на пенсию, мы по состоянию здоровья, мы просто приложили, не может человек работать в таком состоянии, с обширным инфарктом, с отеком легких, 2-3 литра жидкости, у него выкачали из легких, у него потом, я уже думаю, опять через меня, он же со мной дома находился, мы тут друг другу помочь, пытались, помогали друг другу, у меня же проблемы уже начались, вот с кишечником, я вставать не могла, они не спали ночью, мамы спахут, потому что уже у меня и в туалет был, я сама вставать не могла, уже не знала, как помочь себе, вот ночью вставали, у меня эту папу поднимал, я уже думала, он же не тяжелый, тяжелый нельзя поднимать, у меня, вот, помочь мне, помогал мне, но он вот так, у каждого человека еще есть самозащита, вот, несмотря на то, в таком состоянии, я его чувствовала, может быть, не так чувствовала, потому что я тоже где-то, у него, у него самозащита, у каждого человека, да, в сложности, проблемы, со здоровьем, с чем у человека, сталкивается, я, например, защищала себя, как, как я боролась, сопротивлялась, я чувствовала папу, когда он меня понимает, я думала, вот у него нагрузка сейчас на сердце, как же он меня поднимает, я чувствовала, что у него, у человека работают другие какие-то, ну, мышцы, ткань, одним словом, самозащита, человек огораживает, то есть защищает себя, он тоже, он чувствует, что у него напряжение будет, на то, что, хотя я немного вешу, я просто, малень, небольшой, небольшой, бесила меня, 30 килограмм, может, с чем, и вообще, я не знала, сколько я вешу, я не понимала, сколько вешу, поскольку, у меня вот такое состояние было, мы, ткани были, не укреплялись, не тонусы были, ничего, мышцы, вот, инсульт, потом у папы, выпал с инфарктом, спустя какое-то время, это тоже, опять же, через меня, потому что, я с ним, и он находился, потом я, у него, вот так, с него тянули, мы же общались с ним вдвоем, мама на работу уходила, а мы тут, вдвоем с ним, вот, он очень много помогал мне, и я ему помогал, вот, потом у него, инсульт был, потом, я уже, думаю, в больницу, мама на работе, пришлось, мы просто маме позвонили, она, она не успела проситься, с работой, пришлось скорую вызвать, хотя я маме рассказала, звонила на работу, что с папой происходит, у него температура высокая была, потом встреча, проблемы начались, ну, я просто сообщала им, что происходит, я в это время какие-то, давала таблеточки, которые, такие, это, безопасно, например, принять ему, для него, но жаропонижающие, это вот такие, мы же не знали, что, постепенно было, сначала температура, потом встреча, проблемы, мама, мама, просто, иначе, каждый человек, я не знаю, как он, каждый человек, не могу говорить, с личной, просто никто не ждет плохого. Да, я согласен с вами, потому что, когда человек живет просто своей жизнью, да, не подозревая, что существует технология, да, общего контроля человечества, какая-то там, а вообще, по большей части, все, не знаю, сколько миллиардов людей, они никогда о таком даже не задумывались, да, люди просто живут, воспринимают эту жизнь, свободно, да, каждый воспринимает эту жизнь, и, руководствуется, да, своей свободой, мол, он, личность, мол, он, там, ставит, какой-то статус, да, идет по жизни, там, обладает чем-то, и тут такое, на, то есть, внедрение в человеческий организм, технология, которая контролирует человеческий разум, просматривает его мысли, человека распаковывают, берут его всю информацию, пользуются ей интеллектуальной информацией, наводят болезни, убивают, уничтожают, то есть, искусственно человека меняют, убивают и так далее, делают с человеком все, что хочешь, все работает исключительно через законы физики, и эти устройства, которые понаизобретали эти ученые, довели планету до такого состояния, на самом деле, эта информация, целое сумасшествие, если взять и объяснить нормальному человеку, который просто потребляет, да, сейчас в жизни, он, ну, то есть, живет обычной жизнью, да, он сразу скажет, да, я в такое никогда не поверю, ты начитался херни, там, иди лучше работай, иди что-то делай, но этот же человек не знает, что происходит с теми, кто страдает от этого явления, да, психотеррора, что людей просто, она просто насилует, уничтожает и лишает их сил, я не знаю, всего, то есть, да, запрещает им жить, на самом деле, это правда, и эти все люди, они просто, половина человечества, никогда этого не осознает, потому что, они не обладают такой информацией, и сложный человек объяснить, что происходит в жизни такое, это возможно, это реальность, так вот, наша реальность такова, мы пострадавшие от психотеррора, и находимся, просто в страшных пытках, каждый день для нас, это проживается с усилием, наверное, кому как, ну, я думаю, эти люди, которые обладают этими технологиями, могут сделать заболевания, на планете любому человеку, спокойно, и это будет недоказуемо, и доказать это невозможно, человек об этом никогда не будет подозревать, никогда в жизни, и не узнает об этом, об этом будет знать только тот создатель, Бог, который попустил это, для того, чтобы, наверное, забрать душу человека в рай, я думаю, ваш отец, покойный, царствие ему небесное, давно уже там, вот, я не знаю, дополнить вашу историю, еще чем-то, что происходит со стороны, возможно, этих людей, еще внедрялись ли к вам в жизнь, в дом приходили, может быть, они тайно, что-то делали, нарушали вашу жизнь, еще внедрялись, вот именно материально, нет, 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 никто к нам, вроде посторонний, человек, человек не приходил, понятно, я просто не знаю, простите, я не знаю, просто, как мне с этим бороться сейчас, мне очень сложно, они, видите, не щадят, они знают, что папа помер, не просто так, я же никому не могу доказать, я просто знаю, я в то время, я уже не сразу поняла, что и на папку, через меня идет, и тянут, и, в общем, все заболевания произошли, по вине этих, я не знаю, кто это вообще, и что это, я, сейчас, я уже понимаю, конечно, сейчас, много читала, много слышала, сравнивала, и мне еще, понимаете, мне не давали, почему я раньше, мало смотрела об этом, об этом, обо всем, потому что, я, конечно, анализировалась, я смотрела, но не хотела еще верить, думаю, неужели это со мной происходит, вот, а сейчас, уже вспоминаю, они мне просто мешали, они не хотели, чтобы я изучала, и понимала, что это такое, на самом деле, теперь я осознаю, и понимаю, что это, они меня еще больше, донимают, и, я просто прошу, прошу о помощи, может быть, кто-то, ну, жертвовал, кто попал в такую ситуацию, я уже не могу, я уже несколько, я не знаю, кто будет слушать, и это, может, мне не очень удобно, что кто-то узнает, мой голос, я понимаю, что каждый воспримет по словам, как я разговариваю, поверьте, не очень, не очень нелегко, с чем в данный момент разговаривать, потому что, мои ткани тянуты, отовсем, из горла, нарушают все сейчас, отглавные, давление у меня ненормировано, вот, я постоянно нахожусь, как в тумане, вот, когда, ну, было же, у каждого человека, хоть один раз, голокружение, это постоянно, все пострадавшие в курсе, что такое психотеррор, те, кто пострадал от этого, никто не обратил на это внимание, так как пытки у людей происходит каждый день, и каждую ночь, 24 часа в сутки, мы все это осознаем, так что все это понятно, вот, никто вас за это никогда не осудит, и так далее, я не знаю, что еще сказать от себя, я думаю, наверное, информация ваша, будет полезна всем, то есть, всем жертвам, которые, ну, которые получат эту информацию, как у вас все это началось, и так далее, это страшно, вы настоящий победитель, конечно, что еще держитесь, продолжайте в том же духе, вот, я, наверное, вам, как православный человек, подарю молитву сейчас, вот, молитва от всех болезней, чудотворцем, Киру и Анну, от всех болезней наших, страдания люто прибегаем к вам, святые чудотворцы, Кир и Ан, ибо вы проповедовали, что недуг души тяжелее всех недугов тела, и когда душа грехами болезнует, часто и тело в болезни впадает, знаем мы, что болезнями от грехов очищаемся, умолитесь же, святые чудотворцы Господа, чтобы он даровал нам прощение согрешений наших, и так, как мы слабы и беспомощны, и силы наших болезней истощаются, не дал бы нам погибнуть, впавшего ныне, ускорите на помощь нам, исцелите болезни наши, безвозмездные врачи, чтобы мы, по выздоровлению, в покаянии дни наши проводя, в мире окончили жизнь нашу, и в судный день, сердцем чистым, предстали перед очами, судьи вселенной, сердцеведа Бога, которого поем и славим во веки веков, аминь. Перекреститесь, да разрушит все зло, и паки его, и заведут в преисподнюю, Господь Бог Иисус Христос, и Святая Троица, аминь. Все, что я вам пожелаю. С вами был я, Андрей Шутов, и на этом мы, наверное, завершим рассказ, вот, я заканчиваю запись, до связи, ребята. Продолжение следует...